короче мы собрались тут дальнобойщики смотрите чем мы сегодня хотим поделать пришел значит а такой клапан сейчас покажу тахометр надо поставить с подсветкой уже диодная легко сделал клапан этот у нас отсюда вот он видите у меня вот отсюда стифонева вот мы новый поставим он ограничивает какую-то фигню не знаю что он делает далее будем снимать из вот это четыре болта потому что вот у нас с этой штуки трое короче если получится разделить его и оставить одну то будет хорошо если короче сейчас мы его разберем посмотрим что с ним вообще такое то что пневмо падает прям вообще нереально вот он опять лежит вчера приехала опять спустила короче сейчас будем вот это откручивать и вот эту штуку тоже если вы открутим конечно такую ключ у меня такого ключа нам даже не 1 разберемся делов короче немного пополнения при этом сейчас тема нам подскажет про пневму смотрите короче снял я снял я вот эту штуку кран ручного управления прямо подвеской сейчас покажу сейчас тем расцветать вот короче это вот отсюда у нас трое внутри тут стоит вот такой как бы ну такой пластик выкручиваем его до клапан как мы понимаем там пружинка выбиваем пружинку и внутри не пойми чё я не знаю как он работает вот отсюда короче стоит вот с этого не трое то отсюда трое все наверно разберем этот и посмотрим если чаще все по-другому соберем мы можем если чу клапан вот этот пружинку эту поменять местами отсюда сюда поставить и посмотрим отсюда начнет а тут пофиг она в ресивер да будет троить не в ресивер тоже нельзя ладно все решим так процесс разборки идет тема принес свой инструмент то что нам нужно до 4 сейчас в это поверим может там ждем лёху ждем лёху чтобы с тем краном разобраться пока нам надо открутить вот эту приблуду тут больше это как вот ни хрена это насколько а все-все-все вот смотри оделся насколько сейчас давайте посмотрим на 27 вот эту сейчас открутим и он у нас весь уйдет так а сначала фитик наверно надо открутить он же нам нужен правильно вот это на 20 вот вот сюда сейчас мы его откручиваем а потом тот а зачем нам его прям так и оставим сейчас мы чисто вот эту сейчас головочку скрутим потом открутим его короче как-то так ладно дальше все короче сняли регулятор старый вот отсюда он у нас и понял да вот он весь мокрый тут вот новый где-то тут один написан где-то два вот один оба чего наоборот а на все правильно он лежит неправильно чик чик вот так все посмотрим тут шайбу он стоят она аж внутрь вросла надо шайбы по моему новые а может и не надо посмотрим так друзья смотрите у нас новая запчасть регулятор чего-то кто знает отпишитесь что это за регулятор сразу скажу не тормозов потому что это ресивера идут на пневму вот новенький стоит у нас все италия ждем все у нас все осталось вот она сняты под кран вот тут вот нам надо купить манометр это выставлять давление как я понимаю подушек нам надо правую левую выставить болтики короче ждем мы эти все стоим тут мерса сходка мерсоводов там тёмыч стоит тоже ждем ждем лёху чтобы нам рассказал как вот этот кран разбирается ну что с ним вообще может быть если вот отсюда трает мы можем вот сюда болт закрутить заглушкой или нет или вообще мы вообще с ними мы соединим трубки напрямую так что ждем ждем лёху будет нам помогать вот это вход так если вход с этим ладно сейчас посмотрим может у нас просто вот тут вот там вот резинка может просто не плотно держит внутри которая одна решимся погодка у нас эти наводь друзья не дождался лёхи чудо тыркал 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 она просто вытаскивается тут все запшикал короче просто вытаскивается штука это он вальчики эти а то есть все по идее вообще элементарно просто наверное тут очень много грязи поэтому мы отправляемся наверно за карп клинером это все надо почистить вот так хочу это нас такое это отсюда это что-то воздух на руку это подается на черт их знает что это такое нас и знаете в чем подозрение так как тут в камере ходит воздух что вообще вот отсюда сифона он был раскрученный вот отсюда с резиночки она сифонила я на герметик посажу то есть видите резиночки все это мы сейчас на герметик посадим скорее всего это то что этот клапан не может открываться никак отсюда не может воздух троить то есть только вот с этой крышки тут как раз и грязь могло травить и отсюда и отсюда так что может быть и все будет работать видите просто грязь разобрали его вот так он выглядит все моем так друзья у нас с общими усилиями общими собрали был клапан зак блин а мы не сняли до что клапан заклинивший был клапан заклинивший но был заклинишь и вот тут хрен знает почему спускала тут сейчас все на герметике все работает даже положение стоп новый этот у нас стоит все ничего не спускает да сухо все перебрали просто его почистили помыли отмыли собрали обратно все работает стоит транспортная завтра придем будем поднимать его посмотрим насколько кстати хватит то есть где-то травит но где неизвестно может быть здесь не должно троить эти он мокрый это я сейчас спускал то есть в механизме сейчас уже и ручка легко стала ходить надо вот тут вот только вот за вот этими последить будет что пузыри не было отца завтра все посмотрим сколько он ночи отстоит хотя бы если ведь вот надо еще узнать как вот этот регулировать чтобы побольше давления подать на подушке ну что он видать затянут очень медленно вот когда зак сейчас закачивали медленно очень подавала на подушке намазать его солидольчиком а так все работает ребята 8000 экономия сэкономили 8000 отлично я рад два часа работы 8000 в копилочку дзынь все мы отмечать включимся попозже в нашем ряду еще пополнение банда банда тут смотри грязище привет лёх как дела мы починили клапан был заклинивший за он просто заржаел лёхин отчеты не на синим бля вот синий крутой у него синим эрсик у него прямой огонь был а а чё тебя почему-то так далеко смотри а будка коротенькая короче собрать вон там тёмин стоит завтра тега приедет поставим ее туда а хотя можно на стоянку поставим чего пойдемте мы короче пойдем руки мыть и на этот на газ пром и вон пятерочка так друзья один-два проверка кстати прошла хорошо прямо стоит прям идеально короче виталия мастер блестяшечка наша дождем так опять приехал алексей алексей вот там мы огородили сейчас приедет от эго юрец наш друганя с магадана алексей 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 а что случилось солярка закончилась что-то он у тебя подтраивает о романчик вы тоже вы не расходили что-ли мы не господа а и мне я спал машинку да не сучу вы чё почувствует что-то у тебя обороты не прыгают смотри и правильно поменьше сделаю он их не держит а это что за у тебя за мотор то сказать ой вот как я вам говорил как кто написал хороший мотор послушайте этот хороший да не вы чё господа ты какой хороший мотор вот только вот на этой машине стоит 500 оборотов вот у тебя лег 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 у тебя не факт не работает правильно мне кажется они неправильно работает ахометр поэтому он троит ладно господа мы сейчас будем устанавливать электростеклоподъемники артему лёха тёмы будет ставить и сейчас ждем юрца друзья про 364 мотор рома все поправлять не защищая его я все равно топлю за 366 это вот смотрите 364 мотор про датчики кстати вот посмотреть можно то лёхин он прям во первых мне не нравится как он рак ну это вот у него что-то стоян вода по ходу блин ну прям вот давление масло как у него показывает не знаю мне не очень нравится в первых вибрации такая но это у него стын воды видать что-то но зато комплектаха смотрите какая-то модная среди подогревом отогревы чуть стын воды по ходу лючочек а мы на нем ездили как-то в каком-то видео тестили 5 ступочка да да короче все хотят поремонтировать смотрите какая разница куда вот у меня 240 до 60 насколько да он больше тема снимает обшивку я пойдем с вами посмотрим лёха подвесной меняет сейчас вам покажу кстати вроде пацаны все написали хорошие подвесные фирма сайли союм неизвестно такая фирма подвесной меняет электростеклоподъемники сейчас теме будем ставить и встречаем где-то юрец есть а вот и рец без сцепления приехал к нам а чё надо было поближе это на а где он снега столько нашел смотри а юрец даже не постарел тысячи лет не виделись даже не постарел говорю как в магадане встретились гигана у тебя высокая прям крутая тачка можно 7 тонн грузить спокойно вес у нас приехал с проблемкой что у него сцепление горит пропала а тут оба написано пик тусин или ленты сил хочу посмотреть нур оригинал брюс он до 4 флук используете только до 4 фронт а чё вы купили пин тусин а там на нем написано у немецкую буду штуку купили приехал короче да юрец у нас с проблемой красавчики а может крышка другая проблема такая у него нет сцепления открыли пачок он пустой так что сейчас смотрим пин тусин какой-то центра гидравлику а на крышке написано он ли до 4 да